Алло, вы нам снимали? Мы живем в замечательное время, абсолютно мобильное, когда можно быть спонтанным. Ну, например, захотелось тебе сменить обстановку, ну зачем ждать отпуск? Сделай себе выходные, прыгни в машину, ну или в электричку, по дороге закажи гостиницу через мобильный, составь программу по отзывам туристов и вперед! Ну, например, я сегодня в Коломне. Перед поездкой я зашел в социальные сети, чтобы посмотреть видео, снятое на телефон, и понять, какие люди здесь живут, и что можно здесь увидеть, ну, кроме, конечно, вот этого замечательного Кремля. Первое упоминание Коломны в летописях относится к 1177 году. Расстояние от центра Москвы до Коломны по трассе 115 километров. До города также можно добраться на скоростной комфортабельной электричке от Казанского вокзала всего за два часа. Средний чек в кафе около 700 рублей. Проживание в гостинице от 1600 рублей. Мне понравилось видео из калашной. Знаете почему? Потому что здесь калач можно не только попробовать, но и самому испечь. Это тесто. Рецепт теста. Нам нужна вода, соль, хмелевая закваска, которая готовится вот на отваре из хмеля. Да, потому что дрожжи стали использовать в первом столе только в 19 веке. Ну и самый главный секрет, это два вида пшеничной муки. Мука мелкого помола из озимой пшеницы. Мука крупчатка. Мука особого крупного помола. Если мы все это вместе смешаем, у нас получится тесто. Да. Ну, оно будет жидким. Так. Ну, обычно сейчас тесто уплотняют. Ну, мы его начинаем мять, чтобы оно было не жидким. Если начать вмешивать на муке калашное тесто, чтобы его уплотнить, то мука забьет те скважинки, которые образуются во время брожения, благодаря хмелевой закваске, и тесто получится плоским. Так. Вот для того, чтобы этого избежать, калашное тесто просто месили на чистом столе. Или, как раньше говорили, терли его остык. А так как делается это тесто действительно очень долго, людей, которые на своем веку и повидали больше других, и испытали больше других, стали называть тертыми калачами. А-а-а! Да, вот ну что, отрезаю два кусочка теста одинаковых вам и себе. Первое, что из этого теста делается шарик. У нас получился вот такой вот колобочек. Который от дедушки и бабушки ушел? Конечно, да. После этого мы начинаем уже делать из колобка колбаску. Ладошки придавливаем и начинаем просто вот так раскатывать. Теперь надо правильно сложить руки, чтобы степить калач. Так, делаем руки вот так. Поднимаем пальчики вверх. Большие отводим. И делаем очень сложные, хитрые движения. А теперь большие пальчики скрестили. И ладошки выпрямили. Кладем кончики пальцев. Кончики. И вот прямо от кончиков пальцев и до того места, где у нас сходятся большие пальчики, мы начинаем катать и давить. И между указательных пальчиков у нас вот так появляется часть, которая называется животок. А теперь продолжаем катать и давить, только вот так вот руки разводим в стороны. Все. А теперь кончиками берем вот этих жгутиков. Наложили друг на друга, покрепче слепили. Ну и у нас получается вторая часть калача. Ручка. Ну, дело в том, что раньше большую часть дня даже у богатых людей руки были грязными. А вот чтобы перекусить, купец приходил на рынок, прям грязной рукой вот так за ручку брал калач. Всю вот эту вот мягкую часть съедал, а ручку отдавали ищему человеку. Ну и уж, Коль, ты подбираешь и ешь грязные ручки, значит, ты дошел до ручки. Ну, разумеется, конечно. До ручки дошел. Теперь надо сделать так, чтобы пару каждого калача вышел в одном месте. Для этого берется нож, и на животке каждого калача надо сделать вот такой вот секущий надрез. Надрез губы нашим калачам. Только так, это не колбаса. Пилить не надо над одним уверенным движением. О, браво! У нас в партии 120 калачей сразу. Пока режете каждому калачу губу и дойдете до последнего. У первых калачей губы заветриться успеют. Вот, чтобы губы не успели заветриться, за тем калашником, который надрезает губы, идет второй калашник, который берет и эти губы... Раскатывает. Ну, конечно. Муки немножко надо взять, прям сюда сыпем. Вот так разровняли ее, а теперь вот так берем губу аккуратненько. И закатали губу! Ну, разумеется! Вот оно! Ну что, и осталось последнее. Собственно, поставить калачики в печку. Сколько ждем? Ровно пять минут. Так быстро? Конечно. Первая партия калачей. 350 градусов. Пять минут ровно. Вот следующие уже 10. Ну, третьи 15. А последняя партия четвертая минут 25. Потом все, калачи больше не упекаются. Потому что дровяные печи до таких высоких температур прогревать можно только один раз за сутки. То есть, кто утром не успел прийти за калачами, тот опоздал. Откуда и идет. Хочешь есть калачи, не лежи на печи. Ну что, это же у нас первая партия пошла. То есть, пять минут. Так надо же вы их вытаскивать. А, ну все. Так. Ой, какие! Вот сюда их ставьте. Ох ты, елки-палки. Можно пробовать? Ну, уж точно сегодня на калач заработал. Ой, их надо. Да. Прекрасно. Я не знаю, как там купец калашников. Но вот калашная здесь просто замечательная. Слушайте, калачи обалденные. Тут еще, о, музей мыла. Друзья, музей мыла. Кондитерская. Чего здесь только нет. Я просто вообще не успеваю. Вообще не успеваю. Времени не хватает. Может, у вас хватит. Чувствую, я есть сегодня придется много, потому что мы все-таки в Коломне. А Коломна – это гастрономическая столица Подмосковья. Господи, прости, пастила. Я прочитал в социальных сетях, что вообще у вас более 30 рецептов. Да, совершенно верно. И вы их нашли где-то в библиотеке имени Ленина. Ох, мы их искали по старинным рецептурным книгам, по различным источникам. Вся пастила, что перед вами представлена, делается вручную именно по установленным старинным рецептам. Вот я был уверен, что пастила – это все-таки яблоко в основном. Правильно? Совершенно верно. Яблочное пюре, сахар, яичный белок в основном все пастилы. Но у вас-то, я понимаю, тут не только яблоко, у вас-то все что угодно. Ягодки, орешки, фрукты в добавочку идут. Существуют и постные сорта пастилы, в которых не добавляют яичный белок. Но классическое все-таки рыхлое. Так, давайте. Вот это яблочное. Классическое. Это яблочное с черничкой. Так, а вот это? А это очень интересная пастила. Называется она «От запоя и пьянство». В нее добавляют хмель, лимон и сок и мят. Вот я теперь думаю, брать, не брать. Такая раньше действительно продавалась в аптеках. Шло четыре коробки на курс, пятая давалась бесплатно в подарок. А сейчас аптеки не заказывают у вас такую пастила? Нет. В нее добавлялся некий гриб, который вкупе с алкоголем вызывал алкогольное отравление. Но сейчас это просто десерт. А к вам приезжают люди не только из Коломны, но откуда-то издалека, из Московской области? Конечно. К нам со всего света люди едут, до нашей пастилы. Думаю, что это можно рекомендовать не только любителям пастилы и любителям сладкого, а всем, кто любит что-то доброе, воздушное и неожиданное. Слушайте, продолжаю знакомиться с городом по соцсетям. Столько клевого видео вы выкладываете. Прекрасно. Вот они, коломчане талантливые коте. Ну что, едем мы на базу к Наумову. Сейчас посмотрим, из чего он сделан, когда он не на выступлениях. Вот какие для тебя главные достижения? Я был первым россиянином, вообще, кто финишировал на ралли ДК. Но в профессиональном плане, наверное, самое-самое топ мое достижение. Это третье место чемпионата мира по кросс-контре ралли. Это реально круто. Это его площадка. Он здесь тренирует на базе Аэрограда. Вот эти мотики, вот этот бокс. Мы приехали снимать на 5 минут, а девчонки такие, блин, красный шлем к белому комбинезону не подходит. Я скажу одно, вот то, что гораздо проще и быстрее научить на мотоцикле, чем экипировать девчонок. Здесь вот самолеты. И вот глядя на эти самолеты, девчонки сейчас будут кататься вот по этому треку. Слушай, ну здесь прям настоящий трек. Это Аэроград-Коломна, это не так далеко от Москвы, где-то километров, наверное, 100. Ой, ой, поехала, смотри, ааа, крутяк. А на сколько их хватит бензина, где мы их будем ловить? А я на полчаса им нахожу. А с кем проще, с девчонками, с мужиками? Да, с девчонками, конечно. С девчонками проще? С мужиками все сложно. Они максималисты, да, сразу? О, девчонки, смотри, вот она. А это какая передача у нее сейчас идет? Мне кажется, она так на первой и катается. Просто кайфует. Так, ну что, вот она, вот она приехала. Что, останавливаешься? Да, 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 давай, лови ее, лови, лови, лови ее. Давай, рассказывай, как, чего там. Классно, четкие, необычные такие ощущения, эмоции. И что самое интересное, каждый раз, как первый раз. Ну, крутяк, девчонки, ну давайте, пожелаем им удачи. Так, ну вот так вот занимаются на оба, смотрите, ну весело, круто. В Коломне живут удивительные, энергичные, неравнодушные люди. Например, благодаря семье Буровых, четыре года назад здесь появился дом самовара. Старинную усадьбу, ставшую домом для семейства самоваров, Буровы выкупили и отремонтировали за свой счет. Когда это началось и зачем? Ну, во-первых, это началось 33 года назад. 36 лет мы женаты. Ну, первые три года, конечно, сами понимаете, медовый месяц, медовый год, детки. А потом началась вот эта, будем говорить, эта болезнь. С первого чайника, видимо? С первого самовара, который в военном городке мы приобрели на рынке, собирали друзей. А потом получилось так, что самовар один был мал для нас, потому что обычно взрослые собирались за столом, а детки со вторым детским столом. Ну, уже был второй самовар. Пошел, да, второй самовар, но это было не все. Мы на рынке увидели вот такую рюмочку. У нас были две простые баночки. Это называется рюмочка? Рюмочка, это называется рюмочка, фасон. Поэтому эта рюмочка была началом нашей вот этой болезни, которая продолжается и сегодня. То есть, а дальше вы остановиться уже не могли? Нет, и сейчас еще не можем. У меня дома есть один-единственный самовар, который достался мне, прадедушке моего. Мой дедушка сказал, ты смотри только никуда его вообще. Он жутко дорогой. И я вот так вот, он у меня, я с него пылинки сдуваю. Действительно самовар – это дорогая вещь? В то время была очень дорогая, от 15 до 20 рублей. Подождите, корова стоила 3, по-моему. Ну да, это будем говорить, 4 коровы – это только гостевой самовар. А был еще в семье самовар пасхальное яйцо. На День Святой Пасхи надо было поставить что-то красивое. Вот у нас самовар яйцо пасхальное, он стоит как раз под иконой. Сколько у вас самоваров в коллекции сейчас? Коллекции 600. Какой самый дорогой? Сердцу? Ну хорошо, сердце. Или кошельку? Кошельку. Так, кошельку я считаю вот этот. Это что за самовар? Этот самовар мы приобрели, ну не очень дорого в то время, потому что он был похож на китайский чайник. На аукционе, готовив его к продаже, наверное, проверяли, чей он. Потирали крышечку, ножки, но нигде имя мастера никто не нашел. Через 5 лет, протирая мягкой тряпочкой, мы внизу обнаружили клеймо. Значит, его топили шишками, вот эта смола наглухо забила клеймо мастера. В этом году оказался самовар тульский, где-то 1860-70-х годов, мастер Шелепин. И мастер этот делал дарственные самовары. Скорее всего, он его сделал для какой-то девочки, потому что девочка готова к замужеству, должна была уметь растопить самовар. Ее и замуж быстрее бы взяли. И видите, ручки костяные, говорят, даже это кость мамонта. Просто это трудно проверить, но на самом деле он на сегодняшний день очень дорогой имени мастера. Он самый дорогой? Ну, дорого. Самый любимый самовар? Ну, любимый, конечно, у нас самовар вот этот. Этот самовар прожил после блокады. Миша, наверное, полюбил клавочку и хотел сделать ей подарок. Ну, что можно после войны в разбитом городе, да, он нашел где-то на чердаке вот этот самоварчик, сделал гравировку любимой девушке и подарил. И они вместе ездили на природу, наслаждались чайком, а потом от клавочки самовар приехал в колонну к Риточке. Теперь он у Риточки. А вы можете меня научить грамотно растапливать самовар? Ну, давайте выйдем к самовару и мы покажем вам, как его топить. Александр вам с удовольствием вас научит. Так а я на что намекаю? Пойдемте к самовару. Александр, у меня есть информация, что шишками нельзя топить, потому что забивается все смолой. А другие говорят наоборот, надо шишками, потому что дает запах вот этот весь. Шишки мы обязательно будем использовать в конце. Вначале дрова готовятся, лучины тонкие, желательно иметь еще кусочек бересты. Если нет, можно газетку. Мы трубочкой сворачиваем, поджигаем газетку или бересту и опускаем тонкие лучинки. Немножко подождали, мы увидели, что вместо дыма появилось пламя. Добавляем потом более большие. Видите, пламя идет большое уже. Все, ставим трубу. Как узнаем, когда самовар уже готов? Закипел. Да, самовар начинает, вот смотрите, пыхтеть потихонечку, и из паровичка идет пар. В это время, для того, чтобы был аромат, но при этом мы берем шишечки и немного подбросим шишечек. Для аромата? Для аромата. Аккуратно. Вот. Все, и сосновый аромат сейчас пойдет. Дым будет немножко темнее, потому что смолы. А, вот, да, темнее. Да, потому что смолы идут. И чувствуете запах? Мне разведка донесла, что иногда вот такой самовар, вот у вас ворота открыты. Да. И когда становится холодно, и когда промозглая погода, то вы вот туда выставляете самовар, и люди мимо ходят и могут попить чай. Да. Правда? Совершенно верно. Мы еще вывешиваем плакат, вот, и ставим маленькую коробочку. Желающие могут опустить 10, 20, 30 рублей. Мы эти все деньги переводим на пятый канал детям. Ну что, у вас замечательное уютное хозяйство. Пусть всегда в вашем доме чай будет горячим и сладким. Что за город такой, Коломна? Сюда же ведь не только туристы приезжают. Сюда предприниматели переводят свой бизнес. Вот один из них, Юрий Елашкин. Благодаря этому человеку в Коломне появился первый и единственный в России завод по производству автодомов. Юрий, почему Коломна? Ну так случилось, что я много путешествовал и объезжал Коломну по прекрасной объездной дороге. И она где-то там в долине, в низине. И один раз случилось, что я оказался в ней. И как-то так потихонечку влюбился, что и с вами произойдет. И уже отсюда трудно выбраться, честное слово. Насколько я знаю, я ездил на автодомах по России, там от Владивостока до Москвы, от Нового Рингоя до Сочи. Я знаю, что самая большая проблема – это, собственно, отсутствие кемпингов везде для тех, кто ездит на автодомах. То есть негде подключиться к электричеству, негде подключиться к воде, негде, извините, слить туалет. Вот мы сейчас в кемпинге находимся, который вы сами построили. Ну, это вы построили. А таких кемпингов сколько по Москвской области? Один? Ну, на пальцах двух рук, наверное, и все. А все остальное по нисходящее. Вы понимаете, мы не ценим то, что имеем. Значит, мы еще организуем путешествие иностранцев сюда. И я спрашиваю, ребята, а что вы забыли? Тут же ничего нету, ни кемпингов, ничего. Вы, говорит, не понимаете. Мы, говорит, отъехали от Москвы 50 километров, поле там 50 на 50 километров. Ромашки. Дикость. И все. И для них это кайф, потому что в Европе, вы же ездили все. Ты только шагнул, ты должен заплатить. Ты везде там в каких-то рамках. Везде цивилизация, везде сервис. А здесь, наоборот, ни за что платить не надо, но и сервиса нет. Нет, ну, что значит нет сервиса? Ну, и автодом, это все-таки у него есть какая-то автономная путешествие. Есть, да. Едешь по деревне, тут колодец или там колонка стоит. Ты выходишь, странный дом, собирается тут местное население, ребятишки, начинается какая-то движуха. Вот. Залился и все. И вот все говорят о малом бизнесе. Где он? Его не видно. А вот он. Вот это, по сути дела, кемпинги, это тот самый малый микробизнес, который, как правило, ну, в Европе какая-то семья делает. Зачем вот это вот придумать? Производство, самому делать? Это же, это, ну, это же такой геморрой, это такие проблемы, это же ужас. Не проще просто взять в Европе, торговать ими, да и все. Ну, проходил я эту историю, но как-то, знаете, а какого лешего мы все туда везем? Вот мы, вот люди там, ну, зарабатывают деньги, в поте лица трудно, а потом везут и бухают их там в Турцию, Анталию построили, да не одну. Еще куда-то в Европу там и прочее. Вот сейчас вот случился этот ковид, спасибо ему. Все приехали, все, все, и все поняли, что страна-то родная, красивая. Вот, в 14-м году, когда там рубль там резко упал, и мы посчитали, что производить оказывается выгоднее, чем возить. Мы делаем и почти всю продукцию продаем туда. Туда? Да, пусть они нам вернут эти денежки, которые мы вывезли. То есть Коломну и Московскую область вы уже насытили своими кемперами и теперь продаете в Европу. Это невозможно сказать, это начало истории, вот, но поскольку, ну, понятна экономическая ситуация, он стоит примерно как квартира. Да, она дорогая вообще. Небольшая, вот, а взять в аренду, это недорого. Чем-то отличается вот производство, которое у вас, от того, что делают в Европе? Ну, учитывая особенности, которые есть здесь. Нет, безусловно, отличается. Мы, конечно, щупаем свою нишу. Из каких материалов все это вообще делается? Ну, вот, это, по сути дела, рус-фанер. То есть это почти все сделано из фанеры. Тут есть, конечно, композитные материалы и прочее, но на Западе очень востребована экология, там, вот, им подает эту историю. То есть получается, что материал, в общем, тот же наш какой-то российский, подмосковный. Конечно, есть какие-то агрегатные части. Агрегатные, понимаю. Да, агрегатные. Но, допустим, электроника 100% наша, 100%. Сколько людей сейчас на производстве? Сейчас где-то около 50 человек работает, ну, включая все службы. Нет, ну, это, конечно, малое предприятие, но оно нахальное, оно растет. Допустим, европейцы мне говорят, по их меркам, если ты 200 автодомов делаешь, то ты рентабельный, это я. Ну, ниже зарплаты, выше. Вам надо делать 400. Ну, типа того. Договорились. Да. 400 домов в год. В Коломне 400 автодомов в год будет. Понятно, друзья? Ну, хорошо, встречаемся через пару лет, посчитаем цыплят. Солнце клонится к закату. Мой день в Коломне заканчивается. Вам я могу посоветовать только одно. Приезжайте сюда на несколько дней, и вы получите максимальное удовольствие. И еще, жду от вас видео, снятое на телефон из ваших городов, и я приеду к вам в гости для того, чтобы рассказать о вашем городе всем. Алло, вы нам снимали? Субтитры подогнал «Симон»!